Ну что, у нас сегодня классное событие. У нас вышла книга «Инфодайм. Глубина». Она уже есть, мы ее забрали из издательства. Она невероятная. Я вечером после курса сидела и погрузилась в ее, начала читать отрывки из нее, и у меня был шок. То есть у меня есть ощущение, что ее писали не мы. Она реально очень глубокая, и в конце книги уже идет парадоксальное восприятие. Мы уже начали первично давать первичное парадоксальное восприятие. И я уже понимаю, насколько же сложно будем читать эту книгу. Но я понимаю, насколько сложно, но насколько интересно. Насколько интересно. То есть здесь видишь себя из глубины, здесь осознаешь даже те вещи, как мы человека раскладываем информационно. И если читаешь, и ты хотя бы понимаешь, что это возможно, потому что это так и есть, это все отзывается прямо в теле, что это так на самом деле. Так человек себя будет вести, так человек будет себя проявлять. Люди действительно не умеют любить. Люди действительно очень много лбу, длиняться и так далее. И очень много таких моментов. Но механизмы, почему они это делают? Ведь они же этого не осознают, ведь они же не специально это делают. И здесь нету никаких оправданий, здесь нету жалости, здесь нету каких-то низких чувств. И все устраивается из любви и счастья. Это игра. Это игра в развитие. В развитие сознания. И как сознание, как маленький счастливый ребенок, играет во все это. А человек это все делает грузным, тяжелым, таким, обременяющим. И вот именно из глубины это все видится настолько легко, настолько красиво. Знаешь, эту книгу я тоже ведь открыла и начала читать. Знаешь, как ты свое дал чувство? Эту книгу читаешь, парадокс скажу, опять-таки, вот смотри, уже невозможно молча. Ты же книги любые, да? Как бы читаешь молча. Но здесь, я не знаю, знаешь, такой читаешь книгу молчаливой глубиной. Я вот так скажу. Вот именно сердцем. Глубиной, да. Именно сразу доходит до каждой клеточки. Тело жду, да, отзывается. Да, здесь нет уже. Это так. Здесь нету критики. Здесь нету вообще никакой низкочастотки. Здесь конкретно идет пояснение, как работает психика. И причем это настолько увлекательное пояснение, даже с образами и со всем, что единственное ощущение, от которого я не могу избавиться. Это у меня ощущение, что не мы ее писать. Да. То есть, я читаю голову, я знаю, что это писала моя рука. Я знаю, что это говорили наши рты, да? Я знаю, что это полностью наше. Но в то же самое время я ее читаю, и я не помню, что я это писала. У меня даже абсолютно как будто чужая. Если в тех книгах был эффект такой, что, ну, не я, да, но и при этом все равно была какая-то память, которая говорила, ты, ты, то вот эта книга – это полностью не я. Я читаю ее как чужую литературу. Смотри, смотри, это, знаешь… Что это научное литература? Это те знания, которые мы… Не просто так это есть чувства. Это те знания, которые мы забыли. Посмотри, мы их забыли, мы… То есть люди все, я имею в виду, все это у нас… У всех у нас есть эти знания, но мы их забыли. Забыли, придя в эту жизнь, да? Именно поэтому… Они настолько глубокие, именно поэтому… Это вот мое чувство. Мы писали это в потоке… В чистейшем потоке действия. Мы вспоминали. И поэтому эффект создается вот этот, вроде как это не мы, да? Это воспоминали. Потому что они настолько глубокие, глубокие воспоминания, то, что мы забыли люди сами. Да. И они настолько глубоко трогают, они настолько действительно искренне продзают сердце. Здесь раскладывается тьма. Здесь раскладывается ресурсная часть человека. И заметь, как интересно получилось. У человека в представлениях, да? Тьма, сатана, мир мертвых – это все одно и то же. А на самом деле это абсолютно разные вещи. И на сегодняшний день это все еще, если ты начнешь говорить про глубины психики, да? Если ты говоришь глубины психики, человек сразу – раз, представление – психотерапия. Отлично, здесь есть психотерапия, потому что мы раскладываем суть психических проблем человека. Они разложены прямо изнутри. Подсветкой разложены. То есть, когда человек выносит ответственность врач и говорит, здесь у тебя окситоцин виноват, а здесь у тебя гормоны виноваты, а здесь у тебя это виновата. Ты понимаешь, что врач говорит глупость? Окситоцин и гормоны не могут быть виноваты в работе психики, потому что психика запускает гормоны и окситоцин для того, чтобы, да? Для того, чтобы человек изменился, для того, чтобы у него проявилась... Для того, чтобы человек заметил себя. Да, чтобы он вернул внимание вовнутрь, оторвался от наружного и вернулся вовнутреннее. Это внимание, уделил себе внимание, разобрался со своей болью. Значит, ему сперва надо причинить боль. И механизм причинения боли – это тело. Вот уже пошли гормоны, окситоцин, опухоли и так далее. Уже придумай все, что угодно. Но первичная психика. И если психика первичная, и она запускает этот механизм, то у нее же есть у самой какие-то инструменты для запуска. Так вот эти все инструменты зачеркиваются одним словом психотерапия и назначением лекарств. То есть, грубо говоря, тебе говорят, тебе надо настроить точечный программный механизм там у айфона. А приходит с кувалдой мужик, сейчас я настрою вам айфон. И получаются вот такие разбитые айфоны, которые потом лечат себе печень, почки, сердце, все подряд после всех медикаментов. И получается, это вообще несусветная глупость, когда на нее смотришь с позиции психики. То есть человек с кувалдой выходит на айфон. Глупо, но фактум это и не ужасен. И вот когда ты с губи начинаешь показывать, а вот здесь лошадь, вот здесь лень, вот здесь травма предательства. А что под травмой предательства? Вот вчера на курсе, я вчера вечером несла капитально, и на курсе конкретно я вчера показала, что с ценностью тела, что с ценностью себя, откуда, да? Откуда ноги растут. И я понимаю, что у группы челюсть отпала, потому что челюсть даже догнать не мог. Как это в психике могло сложиться в одну цепочку? А ведь именно этот механизм и правит внешней реальностью. Оно проявляется через тело, и тут же создаётся через внутренний мир, создаётся внешний. И человек потом это проживает на своем жизненном опыте, чтобы хотя бы чуть-чуть приблизиться и до этого, и догнать это, да? Почитай книги, пройди курсы, вот ты давно. И вот у тебя уже есть расширение. Кстати, какое бы расширение? Недавно слышала ролики в Инстаграме одного гуру великого, не буду назвать фамилию, но от официальной психологии, и при этом гипноз, экстрасенсорика тоже припали на кучу, потому что так психологию можно продать дороже. И вот этот гуру, когда начал рассказывать про расширение сознания, про сущности, про зеркала, про всё остальное, я слышала, он смешал в кашу, и я понимала, что вот люди, которые у него учатся, это потенциальные психопаты. То есть вот человек у тебя приходит здоровым, ему загружают, ему загружают, ему бьют, мало что мусор, ему ещё бьют зеркала, и он на выходе уходит больным. И потом говорят, откуда берутся психические расстройства. Просто вот они могут в первые пять минут не проявиться, но пройдёт полгода, и психики надо будет вытолкнуть это говно, и она пойдёт, а когда она начнёт толкать, всё, зерказец работает, просыпание, и всё, только... потому что искажения, накинутые искажения в зеркалах, всё. И человек, он вместо того, чтобы очистить своё пространство, да, он его исказил. Дурка, дурка потом. Я смотрела и думала, блин, если ты профессионал, как ты такое можешь нести? Но в то же самое время, ты знаешь, мне последние инстаграмовские ролики понравились, потому что много людей, из тех, которые имеют очень много популярности, известности, известные блогеры, конкретно, вот они говорили одно, а сейчас они говорят про кипадай. Как мы? На сто тысячи градусов. Я так стану часто говорить об этом, именно вот люди уже сами вот, мои знакомые. Женщина не должна работать. Женщина уже работает. Уже, да, уже. И пошло, блин. И про благодарность. И про благодарность, и про истинность, и про счастье. В общество начало возвращаться истинность, благодарность и счастье. Ну, если про благодарность раньше чуть-чуть говорили, да? Оно было в другом ключе. В другом контексте, да. Она как-то больше после радикального прощения возникала. То есть вот прости, поблагодари в этом контексте шла. А сейчас они уже именно... И терминология даже пошла. Про игры люди говорят, про все. И при этом ни один внизу не пишет источник получения информации. Но это пока не догоняет до конца. Когда человек догонит все целиком, все будут писать и говорить. Вот все. Самое главное, что окно вертона двигается. Оно двигается, и оно двигается в коллективное. И коллективное на сегодняшний день мы где-то между третьей и четвертой фазой подвижения инфлядинга в коллективное. А это значит, что, ну, в принципе, время, которое... Вообще вот, чтобы дойти до третьей, четвертой фазы, оно в среднем занимает 70 лет. Грубо говоря, мы за три года преодолели информационно то, что труды Маркса, Энгельса и так далее по, например, научному коммунизму преодолевали 70 лет. То есть до них те труды, которые были, которые подвели и родили их идеи, где-то была подготовка порядка 70 лет. Поэтому я когда смотрю, понимаю, что мы очень даже резвенько так вошли в сознание. Очень быстро распространяется информация. Да, по-второму, да. Потому что поток чистый. Поток информации искренний. Искренний. А на искренности зажигаются сердца, открываются и идет. И как ни крути, чистая вода, она просочится. Вот как ни крути, а она все равно пройдет. Вода камень точит, понимаешь? Вот я как хотела сказать, камень точит. Это насчет камней, это вот точно так же к той теме, вернувшись к психологам, да, когда приходишь к психологу, то ты человеку как бы, знаешь, образно. Вот комната, да, человек пришел к тебе с комнатой страхов. И ты, как психолог, первая твоя задача это вынести из этой комнаты все страхи, то есть убрать все тени, то есть убрать все камни, да, которые создают, предметы, которые создают тени или там события какие-то. Вынеси, чтобы человек увидел вот это чистое пространство и осознал, что пространство, нету страха. А психолог что делает? Он еще больше камней, теней создает, то есть наваливает теней, чтобы вот оно получается грузит, грузит, грузит вместо расчистки. Ну это так, вернулась я по мне. Ну ты знаешь, вот есть вещи, которые можно позаимствовать из официальной психологии. Можно. Ну я приведу только примеры, такие небольшие. Вот, например, в психологии в обязательном порядке ведется протокол консультации. В принципе, мы с этим уже столкнулись, очень часто тоже берем. Это правильно, когда он ведется. И вот смотри, какая интересная тема. Если в психологии, блин, парадоксальная тема, я начинаю говорить, и до меня до самой доходит, парадоксальная тема. По парадоксу, психология официально разрешена в государстве. Психологи не считаются мошенниками. То есть они делают все на уровне специалистов, которые допущены для государства, для работы с людьми. И вот смотри, психологи пишут протокол, с чем обратился к ним клиент, как прошла консультация и в конце, какие изменения произошли в голове их клиента. Для чего они пишут? Для того, чтобы клиент, когда он будет предъявлять претензию, обвиняя, по сути дела, в мошенничестве психолога, чтобы психолог мог доказать, что он не мошенник. Ты пришел с этим, а стала вот эта, вот разница, видишь, она наглядна. И это очень сильно убеждает человека, и человек не предъявляет претензию. И у меня тогда шок, внутри шок. Во-первых, если ты реально помог человеку, то с херами ты боишься претензий. Шаг номер один. Да? Шаг номер два. Инфодайвера на сегодняшний день работают, ни на что не глядя, не глядываясь. Даже без протоколов, у нас кроме заявки ничего нет. Видео, которое зафиксировало всю нашу работу, то, что мы выполнили договорные обслуживания. И результаты. И какой выхлоп. И самое главное, что люди в моменте здесь и сейчас не обязаны нам давать обратную связь по этому выхлопу. Мы сами знаем, что это у них есть, и что у них жизнь изменилась. И для нас именно это важно. И для нас именно это важно. Да, да, да. Не доказать. Да, не вывести это, вот посмотрите, а именно нам самим это важно. Нам важно, чтобы человек был счастлив. Нам важно, чтобы человек был здоров. Мать, это мы сами счастливы. Мы кайфуем от этого. И смотри, вот сегодня пришло сразу несколько писем. Я одно закинула в Инстаграм, и вот люди пишут, там, я уже и забыла, что вы там работали с девочкой, что там у нее были проблемы с милицией, там вообще куча проблем была. Да, да, то, что у нас сегодня, да. Там нехорошая история была. А вот, а смотри, девочка начала уже вести занятия, девочка вырулила. Опять-таки, как человек пишет, я там обращался с этим, с этим, с этим. Ну, это все уже само, да? Это само само, разумеется. А вот сейчас меня интересует это, и просто ржачку берет, потому что ты не помнишь, с чем он обращался. И ему уже это не важно. Для него нормально, что он имеет результат, что у него жизнь изменилась. То есть, инфодайм входит в подсознание человека, это естественно и нормально. Это естественно и нормально, что твоя жизнь стала счастливой. Это естественно и нормально, что у тебя ушло заболевание. Это естественно и нормально, что у тебя еще подмежат. Естественно и нормально, что ты беременеешь и рожаешь детей. Ну и что, что там тебе сказали, что их не будет? Естественно и нормально, что они будут. И вот когда у человека так, а это о чем? Это о чудесах, да? Суть и дела о чудесах. Но это естественно и нормально. И вот это всплывает. А чудесах? Ну это естественно и нормально. Это как парадокс. Вот так идет расширение сознания коллективного. И по сути дела то, что мы сейчас делаем, мы расширяем сознание коллективного. И здесь, видишь, тут еще информационный пласт всплывает не на широкую аудиторию для книги про нациальное восприятие, где это можно описать, потому что это будет в книге, да? Хотите, прочтете. Но тут возникает пласт такой, что коллективное тогда придется делить на две части. На часть, которую невозможно вернуть в игру, то есть с ней надо проститься, и часть, которая возвращается в игру на другой уровень. Когда же, как часть до и часть после. Часть до и часть после. То есть как через фильтр. Он падает, тогда будет служить фильтром. Именно фильтром, потому что именно фильтр, вот это дело делает. И вот когда приходят мысли про фильтр, знаешь, что вспоминается? Вспоминается учение буддистское. То есть, если брать учение мусульманское и учение православное, оно было позже, намного позже, то есть, если брать буддистское учение, то во многих представлениях буддизма я вижу фильтрующие мусульманское. Например, те же самые представления о просветлении, о нирване, то, что мы вчера человеку раскладывали. Это все, казалось бы, заблуждение, да? А с другой стороны, через эти заблуждения сознание выкидывается в декорации и таким образом осуществляется фильтрация тех, кто не хочет создавать, кто обвинился и отупил настолько, что у него нет и не может быть своей негражды. То, о чем я тебе тоже сегодня говорила, именно вот это затормозило, и остановилось. Все, это получается декорация. Вылетаешь в декорацию. Сознание превратилось в пыль. И уже из трухи ты ничего не можешь собрать, и тогда надо просто выкинуть. И это делает путизм. Я даже поразилась, это же много тысяч лет было создано это учение, и вот эта часть, именно коллективная часть, то, что нацеленная на коллективную часть, вы просветлеете, вы зависнете в нирване, да? Вот нирвана, камень лежит у дороги, и ты будешь лежать в дороге веками. Инкарнируй, пожалуйста. Ты уже превратился в камень в теле, и ты занимаешь место чужого сознания. А ведь смотри, а для сознания мы же с тобой знаем, это так страшно, оно будет цепляться до последней надежды. Надежды. Только они же лететь в декорации. Именно будет держаться за тело до последней. Я, знаешь, как, мы же с тобой знаем это, инвалидам, кем угодно, но только, знаешь, удержаться. Потому что появляется вероятность, а вдруг вот это вот последнее. Да даже вот эти игры, когда насекомые играют в теле человека, ну, грубо говоря, насекомые, да? Это же крайне низкочастотное сознание, низкоуровневое. За счет чего? За счет захвата сознания. Опять-таки, психические расстройства, психические болезни, эпилепсия, это все захваты сознания. Поражение цены, захваты сознания. Порыва за целое, человеческое со мной не захватит. А как, смотри, как принято ум тело бренное, да, избавиться, ты затормози. Все, как только ты сел вот в это ум, ты тормозишь. Все. Скала придорожная, привет. Я приду к тебе сидеть вместе с тобой. Да, ты тормозишь, ты останавливаешься, и это понимаешь, об этом никто не говорит правду вслух. Я понимаю, насколько жесткой правдой будет в парадоксальном восприятии. И насколько тяжело ее будет читать. Вот эту книгу уже тяжело читать. Ее первую половину она легко проглатывается, вторая половина, когда, здесь вторая половина, уже мы начинаем обучать языку парадокса. Почему? Очень плавно. Плавно, как буквы вводим. Да, вот алфавит начинается. Вот это так, вот это так, вот это так. С тобой говорили. Да, то есть здесь уже введен алфавит, а чтение начинается там. Потому что вот эту книгу я еще читаю. Там уже слоги начинаются. Там слоги, чтение по слогаму, пошло, пошло, пошло. К концу книги там вообще рассказ. А к концу ты уже знаешь этот парадокс. Ты его будешь ловить в жизни. Ты уже смотришь на человека и видишь его с парадоксального восприятия. А когда ты его видишь из парадокса, у тебя два выбора. Либо ты его просто наблюдаешь и таким образом это кратковременное наблюдение твое, либо ты деградируешь, либо ты переходишь в создание. Потому что с наблюдения пусть и градация идет, провал. Либо в создание и в движение и в развитие сознания. И тогда, глядя на человека, у тебя возникает желание взаимодействия и чтобы этот человек был светлым, чтобы он был здоров. И поэтому я тебе говорила, наша задача, если мы выбираем человека, кому мы уделяем внимание, он априори будет прогнаться. Потому что мы эти вещи осознаем, и мы не останавливаемся. Он сразу идет на создание работы. А если мы будем зависать, то мы наносим вред синтез. А еще потому, да, это так, а еще вот вчера даже на курсе, ведь все коснулись этого состояния счастья, уже когда благодарность, это само собой разумеется. Да, уже нету этих состояния благодарности, это норма. Да, а именно вот это состояние счастья, уже когда ты, да, благодарность норма, и когда мы произнесли злость, болезнь, оно в этом состоянии, о чем это? То есть ты забываешь, ты забываешь в этом состоянии, забываешь, что такое болезнь, что такое злость, что такое крылья. То есть вот, это для тебя становится, как при этом, у тебя на самом деле информация, и ты можешь делать открытие, изобретение, и у тебя здесь ярко горит интерес. ты чист, ты чист. Ты вот в этом, вчера на курсе, это очень хорошо чувствовалось. И прям вот особенно, сильнее всего, вот это прям впечатление, когда злость, о чем это, мы там болеем, о чем, а что это, знаешь, как, допустим, сказать там какое-то слово, что-нибудь, да, а что ты хотел сказать, а что это, то есть вот это. Ты знаешь, я иногда задумываюсь вот о чем, у нас, вот мы же просто валим в своем интересе, да, не глядываемся назад, и сейчас у нас все курсы идут из глубины. Да. Они не остаются для людей в записи, а те состояния, которые мы там передаем людям, и те возможности, которые мы им даем прожить через физическое тело, они настолько уникальны, что самому до этого, даже если ты прочтешь все книги, пройдешь все старые наши курсы, которые остаются в записи, да, которые можно сегодня взять в записи, и подойдешь вот к этому пласту, который мы даем в этом году, то получается, что пройти его самостоятельно, во-первых, без пары это невозможно, а во-вторых, пройти его самостоятельно можно только, куда ты отрабатываешь. Вот такое количество людей, как мы на курсе по 20 человек, то есть без зачистки себя сюда не войдешь, а еще надо знать, куда идти. И я понимаю, что фактически мы выводим человека, подводим к следующему уровню сознания и говорим, вот ступенька, для тебя это эверест, вскарабкаешься сам, когда-нибудь, и это для него будет большое количество в жизни. Мы, по сути, свои парадоксы, опять скажу, мы людей сейчас на курсах утягиваем в глубину, утягиваем в глубину, где все знания, которые забыл, да, человек, мы как окунаем его в знания, вот именно так, и сознание человека идет, просто вот идет расширяться, развиваться. Я прямо это вижу. Знаешь, вот именно парадокс, что утягиваем в глубину, и эта глубина дает человеку нереальные изменения в его жизни. Так вот, смотри, тем, кто сейчас идет с нами синхронно, параллельно, у них эта возможность есть. А потом только сам. А потом только сам. Мне когда сейчас пишут, когда вы повторите там курсы ресурсов стеяния или там предыдущие курсы? Может быть, если нам будет это интересно, но пока... Но это все равно по другому уровню. Однозначно, уже невозможно по другому. Уже просто невозможно. То есть здесь, получается, у нас выбор, либо ты служишь людям. Но тогда тебя стягивают. Но тогда ты стягиваешься, и все, и ты падаешь, ты конечен. Либо, и твой интерес конечен тогда. Либо ты идешь по своему интересу, но тогда, извините, поезд. Знаешь, что напоминает вот эти вопросы, когда вы повторите? Человек входит по перрону, да, и не ценит тот поезд, который стоит на перроне. Он есть, да? И он не понимает, что этот поезд уходит, а новый придет через тысячу. Ну, где-то, да? Нормально. Ну, во всяком случае, по предсказаниям мая, следующий придет где-то через тысячу. Ну, не важно, да. А у человека нет понимания? Нет. Нет. И смотри, при этом, смотри, действительно, мы валим в интересе, да, и повтор это для нас как отягощение, как остановка. Кажать на стоп-кран, когда поезд уходит оошел, и это стоп-кран. Да. И при этом, смотри, если мы остановимся, у нас появляется вероятность того, что мы можем слететь. Да? При этом страха нет. У нас это знание. У нас это есть знание, да? А теперь смотри, а когда мы сейчас мы валим по своему интересу, не останавливайтесь. Те, кто вот хотят, они могут в чистом этом потоке валиться нами, да? Либо потом и десант. Но при этом, смотри, можно ведь назвать, а, вы такие, вы торопитесь, вам интересно, и вы не думаете о том, что как бы и другие уже надо. Нифига. Книги, курсы. Все, есть запись. Пожалуйста, вперед. И это тебе надо. И это тебе надо. При этом у тебя есть всегда возможность вот сейчас, здесь и сейчас войти в этот поток. Мне сегодня в чате понравился разговор, когда написали, что не понимают, как это так? Инфодайм же говорит, что ты отдельная клеточка. Ты сама по себе клеточка, да? Отделенная от всех. Ты вот такая уникальная клеточка. Ты индивидуальная клеточка. А все остальные отсутствуют. И я задала вопрос. Инфодайм разве так говорит? Инфодайм говорит, что в тебе вся информация в этой клеточке обо всем. Всего организма. Не ты отделенная от всего клеточка, а вся информация в тебе. Ты содержишь всю информацию обо всем. Ты просто поверь в это. И возьми из себя всю информацию, не перелопачиваясь снаружи. Это то же самое, перелопачивать снаружи, что делает наука. Это то же самое, что разукрашивать зеркало, когда макияж наносится. Все. Возьми по образу и подобию. Вот смотри, рыбка. Она выпускает икру. Очень хороший прием, причем образ. Икринки их огромное количество. Вот одна рыбка, она выпустила икры огромное количество. Каждая икринка это же рыбка. Вот это наши клеточки. В ней все, абсолютно все. И человек вот этого не ловит. Да, потому что про целостность, если возвращаться к целостности, то целостность начинается с ответственности. Да, а тут видишь, как, помоги, я клеточка, я это, помоги, помоги, да, а потом помоги, выросла, должен, должен, и пошла, так как, да, качели и грады, размах, шире, шире, и все, сели на плечики и погнали. А еще знаешь, что срабатывает стопа у человека? Отстать от пояса, да, ну как это, они за наш счет идут вперед. Не, это жадность, вот эта вот, жадность, и эта жадность очень сильно останавливает, а потом, когда пояс ушел и до человека доходит, что профухал, записать начинает. И вот сейчас этих писем становится все больше. Потому что из глубины курсы не повторяются. Да, да. И вообще, я так понимаю, мы сейчас вот жесткие вещи начали просто в открытый эфир гнать именно по развитию сознания. эфир гнать